Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. Сегодня мы посетим зоомагазин 4 лапы, а именно отдел аквариумистики. Посмотрим какие аквариумные средства у них есть и для чего их используют в аквариумах. Продолжение следует... Продолжение следует... Действительно, увидев такое разнообразие аквариумных средств для ухода и содержания, может растеряться не только новичок, но и опытный аквариумист. Для того, чтобы этого не произошло с вами, давайте познакомимся с этими аквариумными средствами поближе. Одним из самых популярных аквариумных производителей является немецкая компания Tetra. У них есть средства как в жидком виде, так и в капсулах и в таблетках. Давайте с этой компанией мы и начнем наш обзор. И начнем мы с кондиционера Easy Balance и Easy Balance Goldfish. Easy Balance для чего он нужен? В первую очередь для того, чтобы сократить подмены воды в аквариуме. Как говорит сам производитель, при использовании, регулярном использовании, постоянном использовании Easy Balance, подмена воды сокращается от одного раза в неделю до одного раза в шесть месяцев, то есть один раз в полгода. Easy Balance защищает аквариумную воду витаминами и микроэлементами, уменьшает количество фосфатов и нитритов, что приводит, соответственно, к ослаблению роста нежелательных водорослей. Также стабилизирует PH и KH. В общем, для биологического равновесия в аквариуме необходим Easy Balance. Маленький нюансик. Если вы вдруг сделали подмену воды и хотите, чтобы все было еще круче, еще лучше, еще чище, и заливаете туда Easy Balance, будьте готовы к тому, что вода станет мутная. Да и вообще, в принципе, при использовании Easy Balance нужно знать о том, что вода может стать мутной. Особенно часто это происходит, когда вы меняете воду и сразу же заливаете Easy Balance. То есть, запускается процесс. Вода становится мутная, процесс стабилизации запускается, вода становится мутная, рыба забивается в угол, ей не хватает воздуха. Если это произошло, обязательно увеличьте аэрацию воды. Дозировка Easy Balance 2,5 мл на 10 литров аквариумной воды еженедельно, соответственно, если мы делаем это место подмены воды. А также, как и любой другой кондиционер, используя Easy Balance, обязательно перед использованием нужно тщательно его взболтать. Для того, чтобы равномерно распределились по всей жидкости все элементы, на что есть осадок, опускается осадок. Вот так вот про Easy Balance. Ну и все-таки стоит отметить, что если аквариум действительно серьезно загрязнился, то все равно Easy Balance не поможет. Все равно нужно будет делать сифонку и нужно будет мыть фильтр. В любом случае, если загрязненность сильная, я не рекомендую надеяться все и все надежды полагать именно на этот кондиционер. Ну и давайте немножко еще остановимся на Goldfish Easy Balance. Из названия уже понятно, Goldfish, да, золотые рыбки. Ей нарисованы на картинке золотые рыбки и Easy Balance, как и здесь. Из названия понятно становится то, что он больше предназначен именно для золотых рыбок. Почему так? Почему Goldfish отдельно от обычного Easy Balance? Да все дело в том, что в простонародье золотых рыбок называют хрюши. На самом деле вода становится от них еще грязнее, поэтому формула нужна еще сильнее. Именно поэтому для Goldfish, для золотых рыбок сделали Easy Balance отдельно, формула немножко другая. Вот и вся разница. Все остальное, все остальное абсолютно идентично. Также стабилизирует PH, KH, также опускает нитриты, все то же самое. Также подмена воды до 6 месяцев сокращается и наполняет аквариум витаминами, микроэлементами и минералами. Вот и вся разница. Единственное, что еще скажу, то что Goldfish Easy Balance немножко дороже, чем обычный Easy Balance. На этом про Easy Balance мы закончили. Поехали дальше. Следующий интересный кондиционер для аквариумной воды это AquaSafe. AquaSafe предназначен для подготовки водопроводной воды в воду, пригодную для обитателей аквариумных рыб. В состав входит интересная формула BioExtract для здоровой прозрачности воды. В чем смысл? Друзья мои, давайте представим, что ребенок захотел рыбку. Говорит, мама, папа, купите мне рыбку, срочно хочу рыбку. Соответственно, мы идем в магазин, покупаем рыбку и наступает момент истины. Вода должна быть подготовлена для аквариумных рыб. Иначе рыбка просто умрет, потому что вода содержит хлорку и все такое. Плюс нужно, что прошел еще азотный цикл и так далее. Кстати, об этом вы можете посмотреть отдельное видео про азотный цикл. Есть на канале пару же. Там все подобное рассказано. Так вот, смысл в том, что с помощью этого средства вода становится очень быстро пригодной для аквариумных жителей. Для любых аквариумных жителей. Данная жидкость нейтрализует вредные для рыб вещества, содержащиеся в водопроводной воде. Хлор, соответственно, распадается. Тяжелые металлы, такие как мей, цинк, свинец и так далее. Помимо того, что вредные вещества, Аквасейф убирает, но добавляет жизненно важные вещества, находящиеся в естественной среде обитания рыб. Это и йод, и магний, необходимые для роста и хорошего самочувствия. А также в Аквасейфе добавлен витамин В1, который уменьшает стресс у аквариумных рыб. Вот такая вот штука. Кстати, цена вопроса, вот такой вот маленькой баночки на 100 мл, порядка 220-230 рублей. И последнее, что хотелось бы сказать, что данное средство добавляется 5 мл на 10 литров аквариумной воды. Следующий, часто встречающийся кондиционер для аквариумной воды в любом зоомагазине и в аквасалонах, это от компании Tetra Crystal Water. Для чего он нужен? Друзья мои, если Аквасейф, который мы только что рассматривали, нужен для того, чтобы подготовить воду, чтобы водопроводная вода стала пригодной для аквариумных жителей, то Crystal Water делает воду кристально чистой. Не секрет то, что вода в аквариуме часто мутнеет. Особенно это касается новых аквариумов. Так вот, Crystal Water создан именно для того, чтобы вода стала кристально чистой, даже если она вдруг помутнела. У неопытного аквариумиста. Crystal Water практически не имеет цвета и практически не имеет никакого запаха. Как он действует? Попадая в воду, он связывает маленькие частички, находящиеся в воде, мути эту самую, объединяя ее, слепляя ее в крупные частички, которые, соответственно, либо падают на дно и убираются с помощью сифонки грунта, либо убираются через фильтр. Поэтому идея очистить воду с помощью Crystal Water всегда очень хороша. Не нужно бояться. Соответственно, конечно же, все начинают делать подмену воды, это правильно. Очищают стенки, это тоже правильно. Но Crystal Water все это дело убирает легко и просто, и без каких-либо усилий. Хотелось бы еще сказать, часто встречается такой вот вопросик, рыбе становится плохо, говорят, после Crystal Water. Однако, хочется заметить то, что если залить, когда вода мутная, Crystal Water, вода станет действительно чистая буквально через несколько часов. А лучше, если зальете вечером и на утро уже, вода точно будет чистая. Примерно 6-8 часов нужно на полную очистку. Максимум, если уж прям вообще мутная вода, то максимум 12 часов хватит вполне. Так вот, рыбке становится плохо не от этого средства. Оно на рыбку никак плохо не влияет. А от того, что она уже была до этого в мутной плохой воде. Поэтому, бояться и читать плохие отзывы о Crystal Water не нужно. Используйте его. Средство очень полезное и очень нужное. Для тех, кто будет этот препарат применять впервые, скажу вам, друзья мои. После того, как вы внесете данное средство в аквариум, появится небольшая муть, такое в виде облачка. Его бояться не стоит. Оно совсем безвредное и никак плохо на рыбку не повлияет. Вода немножко окрасится. Это нормально. И дозировка данного средства такая же, как и у других ранее сказанных кондиционеров от компании Tetra. Это 5 мл на 10 л воды в целом. Конечно, там бывают нюансы в зависимости от того, какой аквариум. Если у вас аквариум от 500 л или даже тонну литров, там уже дозировка идет немножко другая. Но будем ориентироваться на большую массу аквариумистов, у которых аквариум не больше 250 л. Следующий на очереди кондиционер – это PH и KH-. Уже из названия становится понятно, для чего он нужен. Да, дорогие друзья. Для того, чтобы понизить PH и KH воды. Понижает данное средство PH до 7,5. Ну и, соответственно, понижается карбонатная жесткость до 4 примерно. Что соответствует идентичным тропическим водам. И данное средство подходит не только для пресноводных, но и для морских аквариумов. Подробная инструкция в этом кондиционере находится под вот этой этикеточкой. Ага, вот оно. Так не хочется открепляться. Но не столь важно. За счет чего понижаются здесь показатели. Все очень просто. Дело все в том, что понижается уровень карбонатной жесткости, который, в свою очередь, ведет к снижению значения PH. О чем и говорит сам производитель данного средства. Соответственно, он подходит не только для новых запущенных аквариумов, но и для старых. Единственное, что нужно понимать, то, что данные показатели нельзя понижать резко. То есть, все это дело должно происходить постепенно и плавно. Помимо этого, Тетра гарантирует то, что понижение этих показателей PH и KH будет не то, что не быстрым, а хватает его надолго. То есть, один раз понизили, и долгое время данные показатели держатся. Поехали дальше. Друзья мои, а сейчас перед нами Тетравитал. Пожалуй, один из кондиционеров, который пользуется практически все аквариумисты, которые хотят видеть свою рыбку здоровой. Да, это можно сказать то, что это витамины. Жидкий кондиционер обеспечивает хорошее самочувствие, насыщенный окрас и жизненную стойкость рыбкам. Создает среду, интенсичную природным условиям обитания рыб. Хочу заметить то, что данное средство сделано на основе йода, растворимого в воде, ну и витамина, конечно же, витамина В, служащий для усиления роста растений и создания благоприятной среды для микроорганизмов. За счет того, что это средство сделано на основе йода, у нас будет обзор отдельный, как подобное средство с помощью йода сделать в домашних условиях. Но это ничего не говорит о том, что не нужно им пользоваться. Им нужно пользоваться, если вы хотите, чтобы ваша рыбка была здоровой, и чтобы среда обитания ее была примерно такой же, как в естественной среде. Данным средством пользуются во время различных болезней рыб, во время лечения. Но не только. Если в качестве профилактики добавлять это средство, то его добавляют примерно один раз в 4 недели, то есть один раз в месяц. Дозировка, как и у большинства кондиционеров от компании Тетра, это 5 мл на 10 литров воды. Ну, соответственно, один раз в 4 недели – это профилактика. Если же вдруг ваша рыбка переболела чем-то, или ей нужна какая-то дополнительная помощь, соответственно, это средство можно давать и нужно давать чаще. Давайте теперь вспомним и о растениях аквариумных. Перед нами сейчас планта про микро. Для чего нужен данный кондиционер? Соответственно, данный кондиционер – это жидкое удобрение для здорового и бурного роста аквариумных растений, которое подходит для еженедельного внесения. Как обычно, дозировочка вся указана. Здесь, на упаковочке. Добавляя в аквариумную воду данное средство, вы добавляете быстро усваиваемые микроэлементы и витамины, доступные для растений в форме. Естественно, благодаря этому средству, аквариумные растения становятся красивыми, зелеными, либо, наоборот, насыщенными красными, несмотря на какие у вас растения. Всегда ведь хочется, чтобы в аквариуме были пышные, красивые растения, если это видовой аквариум. Ну и, конечно же, чем пышнее и чем лучше будут расти растения, тем меньше будет в аквариуме водоросли. Об этом тоже не нужно забывать. Дозировка данного средства – 2,5 мл на 20 литров аквариумной воды, опять же, еженедельно. То есть, каждый раз можно его добавлять после подмены воды, если вы регулярно делаете подмены воды. Поехали дальше. А сейчас перед нами похожий кондиционер для воды, опять же, для растений. Плантамин. Давайте все-таки посмотрим сразу на тот, на другой. Потому что они часто встречаются оба в зоомагазинах, в аквасалонах. Чтобы вы не путали, чтобы вы знали, если вот это средство, Планто-Про-Микро, на еженедельной основе применяется, то Плантамин применяется раз в месяц. Дело в том, что в этом средстве действующее вещество, питательные элементы, также содержатся в удобной формуле, доступной для растений, но они действуют достаточно продолжительное время, в течение 4 недель. То же самое укрепляет растения, гарантирует длительное и эффективное снабжение питательными элементами. В принципе, очень похоже с этим, но разное время действия у этих препаратов. И вот этот кондиционер добавляется 5 мл на 20 литров аквариумной воды, ну, соответственно, ежемесячно. И встречается он также в 100 мл упаковочках, в 250 мл и в 500 мл упаковочках. Других не видел. Ну и, конечно же, Тетра-компания уверяет о том, что, применяя это средство, вспышек водорослей никаких не будет. Поехали дальше. Еще одно популярное средство от компании Тетра, это Алгумин Плюс. А в этом средстве сам производитель пишет то, что он эффективно удаляет все типы водорослей. Однако, ввестись на эту удочку не стоит. Данное средство используют в основном в качестве профилактики. Водоросли разрастаются при чрезмерном освещении или избытке питательных веществ. Для предотвращения роста водорослей следует снизить уровень фосфатов ПУ-4 и нитратов НН3. Для этого, кстати, может подойти и Изи Беланс, о котором мы уже говорили. Либо можно использовать данное средство Алгумин Плюс. Могу также добавить то, что от дурых водорослей помогает не особо хорошо, или даже, можно сказать, практически не помогает. И еще хочется добавить то, что данное средство Алгумин Плюс можно использовать только для пресноводных аквариумов. Никогда для морских аквариумов данное средство использовать нельзя. Поехали дальше. Друзья мои, также часто в аквариумах у любителей встречаются черепашки, красноухие, также трехкилевые. Так вот, перед вами средство ReptoFresh. Данное средство создает чистую воду в аквариумах, устраняет неприятный запах, а запах от воды, там, где содержатся черепашки, всегда очень неприятный, очень быстро портится, ускоряет естественное разложение отходов. В его состав, кстати, входит раствор перекиси водорода, а также освежитель, который предотвращает процессы гниения. Вот такая вот вещь. Добавляют ReptoFresh 10 мл на каждые 50 литров аквариумной воды. Соответственно, используя данное средство, подмены воды можно будет делать реже, и это радует. И, кстати, данное средство, вот маленький флакончик, стоит 519 рублей. Я считаю, что это не очень дешево, даже дорого для такого средства, и если вам лень за ней убираться постоянно, тогда, конечно, нужно использовать его. Еще один кондиционер, который не могу обойтись стороной, это ReptoSafe. Понятное дело, то что у каждого живого организма, особенно такого, который живет в воде, есть свои потребности и свои какие-то предпочтения к воде. Вот если у нас уже был обзорчик, и мы уже говорили про AquaSafe, то это средство делает водопроводную воду пригодной для аквариумных рыб. Это средство, ReptoSafe, делает водопроводную воду пригодной для рептилий. Соответственно, он связывает металлы, хлорамины, хлористые соли и так далее, и делает водопроводную воду пригодной. Плюс тут же, конечно же, есть витамины, уменьшающие стресс, а также такие вещества, которые следят за кожей земноводных, и защищают его, соответственно. Очередное интересное средство для аквариумной воды от компании Tetra, это Tetra Bactazim, он же Bactazum. Это уже не жидкий вариант, а капсулу. Давайте откроем и посмотрим, как они выглядят. Как вы видите, в коробочке находится 10 капсул, и подробная инструкция, как его применять. Для чего вообще нужен этот Bactazim, или он же Bactazum? Данное средство позволяет ускорить запуск рыб в аквариуме и ускоряет расщепление нитрата. Способствует расщеплению органических соединений, например, остатки корма, продукты жизнедеятельности рыб, отмершие части растений и так далее. Другими словами, уменьшает нагрузку на воду, а также способствует повышению качества воды и ее прозрачности. Содержит натуральные органические материалы, так называемые коллоиды, о которых мы уже неоднократно говорили. Они же активизируют фильтрующие материалы, и все поверхности, на которых заселяются бактерии, соответственно, заселяются бактериями. То есть, данное средство используется для аквариума как для фильтра, особенно если фильтр новый, или замена каких-то фильтрующих элементов, так и просто для самой воды. Проще говоря, в аквариуме должны быть полезные бактерии, которые перерабатывают мусор в аквариуме. Именно поэтому мы при запуске аквариума не сразу заселяем рыб, а ждем около 7 дней, чтобы эти бактерии появились. То есть, прошел азотный цикл, и появились полезные бактерии. В варианте с бактозимом мы не ждем, когда они зародятся, а искусственно их туда помещаем, заселяем. Соответственно, его используют не только при запуске, но и при подмене воды, при замене фильтрующих элементов, как я уже сказал, а также после использования лекарственных препаратов, которые частично или полностью уничтожают полезные бактерии. При запуске аквариума капсулы закидываются, как я уже сказал, и в воду, и в фильтр. При запуске аквариума в первый день и в седьмой день на 100 литров закидывается одна капсула туда, то есть фильтр, и одна капсула просто кладется в воду. Если делается подмена воды, то закидывается просто одна капсула в воду на 100 литров воды. Частый вопрос у пользователей этих капсул, у начинающих пользователей, как пользоваться бактозимом, если объем меньше 100 литров? На самом деле, все очень просто. Если вы закидываете капсулу даже на 20 литров, ничего плохого не случится Просто в аквариуме будет больше полезных бактерий Вот и все Следующее интересное средство в капсулах это тетра биокарин Средство предназначено для того, чтобы вода в аквариуме была прозрачной и чистой Специальная формула данного средства способствует разложению отходов и предотвращает отложение осадка Помимо этого тетра биокарин устраняет неприятный запах из аквариума Давайте откроем и тоже посмотрим на эти капсулы Также, как и в бактазиме, здесь идет подробная инструкция и капсулы Но капсул здесь уже не 10, а 12 Данной химии бояться не стоит, так как она безобидно дезинфицирует воду А за счет того, что это средство улучшает биологический баланс в аквариуме и обеспечивает здоровое состояние воды То и интервалы между чисткой аквариума, то есть подменой воды, увеличиваются То есть можно сифонить аквариум не раз в неделю, а, например, скажем, два раза в месяц Используя тетра биокарин раз в неделю по одной капсуле на каждые 50, ну максимум 60 литров аквариумной воды Помните о том, что это средство будет эффективным только в том случае, если в аквариуме есть аэрация В аквариумах без аэрации биокарин работать не будет, ну или будет работать очень-очень немного Чтобы в голове не появилась путаница, давайте еще раз дадим определение препарату бактазим и биокарин Значит, бактазим используют для благоприятного роста полезных бактерий и различных нитрификаторов А биокарин способствует разложению биологических загрязнений в аквариумной воде Самое главное не запутаться, для чего нужно это и для чего нужно это средство Еще одно полезное средство от компании тетра, это тетраальгизид Тоже находится в коробке, он не в жидком виде Но это уже борьба с водорослями Давайте откроем коробочку и посмотрим, что здесь находится внутри Как и в других коробочках, конечно же, самая важная вещь, это инструкция, она здесь есть Но капсулы здесь уже не капсулы, не такие, как в тех коробках, а здесь уже именно таблетки Такого вот синего цвета Что это за средство и для чего оно нужно? Тетраальгизид вообще предназначен для борьбы с водорослями при сильном их развитии При этом нужно учитывать то, что данное средство не подходит для постоянного применения То есть его применяют редко при необходимости Когда действительно очень много водорослей и вы не знаете, как с ними бороться Дозируется очень просто Одна таблетка на 20 литров Ну или 9 таблеток на 180 литров и так далее Смотря у кого аквариум Достаточно быстро растворяется в воде Единственное, что нужно еще учитывать Что аквариумные растения, которые у вас находятся в аквариуме Естественно, на них это тоже косвенно, но повлияет То есть повредить растение не повредит Но рост приостановится, и это факт А также помните о том, что во время применения препарата нельзя фильтровать воду Через активированный уголь Ну или там другие различные ассорбенты Соответственно, потому что действующее вещество будет пропадать и эффект будет нулевой Также важно понимать, что данные таблетки это не панацея от всех водорослей А только ваш помощник То есть, другими словами Если вы будете просто сидеть, смотреть, закинете таблетки И будете сидеть, смотреть в аквариум Ничего не произойдет толком Ну, конечно, поможет, но незначительно А если вы будете при этом сифонить грунт Чистить стекла И правильно закинете таблетку То есть, ее нужно еще закидывать не просто в аквариум А желательно так, чтобы был проход воды Чтобы вода циркулировала в этом месте Чтобы распространение было по всему аквариуму Некоторые аквариумисты даже прибегают к тому, что стирают таблетку в порошок И рассыпают ее по всему аквариуму Если вы просто бросите, конечно, эффект будет минимальный Если помогать этим таблеткам бороться с водорослями То эффект будет действительно очень и очень хороший При этом, если вы будете бороться с помощью этих таблеток с черной бородой Здесь очень неоднозначно так мнение расходится у аквариумистов Некоторые считают, что он помогает Некоторые считают, что он не помогает Здесь есть загвоздка небольшая Действительно, черная борода – это большая проблема Бороться с ней непросто И если бороться с помощью этих таблеток То есть, с ними нужно бороться около месяца. А я хочу напомнить то, что данное средство, я уже говорил в начале видео об этом, непредназначено для того, чтобы долгосрочно его использовать. Но от всех других водорослей помогает достаточно легко и быстро. Давайте перейдем еще к подобному средству. Покажу вам еще одно средство против водорослей. Уже долгосрочное. Тетраальгетен. Это средство тоже для борьбы с водорослями, но оно уже долгосрочное. То есть, мы можем пользоваться долго и упорно. Но прежде всего, мы начнем говорить. Давайте достанем, покажу, потому что здесь поинтереснее. Здесь уже не просто идут таблетки, а еще кое-что. Давайте строим коробочку и посмотрим. Конечно же, здесь идет инструкция по применению. Давайте положим в сторону. Сами таблетки. Там, помните, в альгизите они были синие. Здесь они уже идут зеленые. И там их было 10 штучек. Здесь их 12 в упаковке. Помимо этого, идет специальная кассета, куда будут вставляться эти таблетки. И присоска. Присоска крепится с двух сторон. Но на одна. То есть, либо с этой стороны можно ее прикрепить, либо с этой. Смотря как вы будете ее устанавливать в своем аквариуме, чтобы он красиво смотрелся. Я считаю, это очень хорошо. То, что производитель об этом позаботился и подумал об этом. Для чего вообще это нужна штука с присоской? Все очень просто. Дело все в том, что данные таблетки, они нерастворимы в воде. То есть, тетраальгизит. Мы сейчас смотрели, он растворяется в воде, да его можно даже рассыпать. Это средство не растворяется в воде. Оно просто находится в этом кейсе. Из данного средства, из этих таблеток, медленно выходит вещество действующее. И мягко влияет на все виды водорослей в аквариуме. Основное действующее средство в таблетках Альгитен это монолинурон. Положая руку на сердце, скажу вам честно, прописывают в инструкции, что данное средство эффективно действует в течение 4 недель. Это не совсем так. Так, могу сказать вам следующее, то что первые 2 недели действительно работает, на третью неделю эффект очень сильно падает, снижается. И на четвертую неделю на таблетках, которые будут ставлены прямо в этом кейсе, да будут здесь находиться, прямо на них будут появляться водоросли. И это, дорогие мои друзья, нормально, и пугаться этого не стоит. Просто действующее вещество медленно-медленно-медленно выходит, и оно у всех по-разному. У кого-то чуть-чуть быстрее выходит, у кого-то чуть медленнее. И поэтому, если на четвертую неделю у вас все обрастет водорослями, весь этот кейс, не пугайтесь, это нормально. Так и должно быть. Помните еще одну важную вещь, то что... Да, кстати, не сказал вам 10 дозировку-то. Какая дозировка следующая? Одна таблетка на 10 литров аквариумной воды. Раз в 4 недели. И все очистители, УФ-очистители, должны быть, конечно же, выключены, иначе просто не будет работать данное средство. И помимо этого, помните о том, что обязательно, обязательно должна быть подача кислорода в аквариум. Иначе, опять же, ничего хорошего из этого не получится. Вот теперь давайте перейдем к другим средствам от компании Тетра. Еще две интересные коробочки от компании Тетра. Это Тетра Планта Старт и Тетра Крипта. Ну, наверное, уже понятно от самого слова Старт, что это стартовые таблетки для аквариумных растений. Давайте с него начнем. Давайте достанем их и посмотрим, как они выглядят. В комплекте, конечно же, идет инструкция. И сами таблеточки. Вот так вот они выглядят. Для чего их используют? Купили вы растения, пришли домой, посадили. В корни положили эти таблетки. В первую очередь, конечно же, эти таблетки способствуют образованию корней, качественных корней. Улучшают приживание корней при посадке или пересадке растений. Усиливают сопротивляемость благодаря питательным макровеществам различным. В общем, то самое средство, которое нужно для того, чтобы хорошо стартануть с аквариумными растениями. Таблеточек здесь 12. В принципе, хватает надолго. Или, если вы запускаете только аквариум с растениями, как раз для запуска аквариума, именно травника, чтобы было очень много красивых растений, самое то, одна коробочка как раз у вас уйдет. Ну и давайте, конечно же, посмотрим еще и на крипто. Для чего нужны крипто? Гормон роста помог им стартовать, потом переходим к крипто. Конечно, не сразу, через время. Здесь уже входит в состав и марганец, и железо, то есть микроэлементы различные, макроэлементы, которые необходимы для аквариумных растений. То есть, это средство, крипто, уже нужно не для того, чтобы растение стартануло и начало расти, а для того, чтобы оно развивалось в дальнейшем. То есть, чтобы растительность была густая и устойчивая. Давайте тоже вскроем коробочку, посмотрим, что находится здесь. Здесь уже поменьше таблеток. Если там было 12, то здесь было 12, то здесь их уже всего лишь 10. Ну, цена тоже разная. Этот стоит 515 рублей, сейчас, на 2017 год, конец декабря. И этот средство стоит чуть подешевле, 365, ценники я не срывал, сами все видите. Давайте откроем коробочку все-таки и посмотрим, что там внутри. Конечно же, здесь идет инструкция и сами таблетки. Таблетки уже выглядят по-другому, они розового цвета, в такой вот упаковочке. Что хотелось бы еще добавить про эти таблетки? Вот здесь вот смотрю на картинку, да, и видите, таблетки прям целиком лежат под корнями в субстракте. На самом деле, это немножко неправильно. Данную таблетку необходимо измельчать и после этого уже укладывать в субстракт под корень. Одна таблетка здесь по дозировке идет примерно на 40 литров воды. По крайней мере, так пишут сами производители, то есть, можно эту информацию найти в инструкции. Считаю то, что это не совсем верное решение так дозировать, потому что бывают аквариумы, у которых растений больше, бывают аквариумы, у которых растений меньше, и все-таки от этого нужно стартовать. Не от того, сколько литров аквариума, а от того, сколько в нем растений, и смотря какие растения, потому что это тоже очень и очень важный нюанс. Что еще хочется добавить? Конечно же, эти таблетки никаким образом не загрязняют воду, не содержат различных фосфатов и нитритов, и нужно еще учитывать один такой моментик, то, что данные таблетки, что Планта Стар, что Крипта, вот эти вот, они созданы именно для пресноводных аквариумов, и ни для каких морских растений они не подойдут. Еще одна популярная немецкая компания, это компания Сера, она также занимается производством оборудования аквариумного и аквариумных средств. Она также популярна, не менее популярна, чем Тетра, давайте теперь поговорим про эту компанию. Перед нами сейчас Алговек, это средство от компании Сера, которое предназначено для борьбы с аквариумными водорослями, с вечной проблемой, особенно начинающих аквариумистов. Давайте сначала вспомним вообще, от чего они появляются. Конечно же, это первое, это правильное освещение, осветительное оборудование, если подобрано неверно водоросли, появится, хотите вы этого или нет. Также, достаточное количество водных растений в аквариуме все-таки должно быть, чтобы они брали какую-то нагрузку на себя. Помимо этого, оптимально допустимое количество рыб, это тоже влияет на появление водорослей. Ну и, конечно же, исключите перекармливание рыб. Перекорм, особенно дешевыми кормами, русскими кормами, часто встречался сам с этим, влечет за собой вплоть до самых страшных водорослей, таких как черная борода. Сразу скажу то, что данное средство Алговект, это, опять же, не панацея от всех водорослей, и не просто его нужно как-то там залить и бросить, наплевать на ваш аквариум. Поэтому, естественно, применяя это средство, необходимо и самому ручками потрудиться, поубирать по возможности водоросли руками. Сам производитель говорит о том, что это средство не мгновенного действия, а действует только через одну-шесть недель. То есть, грубо говоря, месяц нужно как минимум ждать, чтобы реально увидеть эффект. Но эффект наступит. Давайте все-таки вскроем, посмотрим, какая тут находится инструкция, и как выглядит сам флакончик в этой красивой, замечательной коробочке. Вот такая вот здесь огромная инструкция на всех языках, которых только возможно. И сам препарат. Сразу скажу то, что данное средство имеет небольшой осадок, поэтому перед тем, как его применять, его необходимо встряхнуть, взболтать, так сказать, и добавляется по 5 мл на каждые 20 литров воды. И еще один момент, если действительно сильная запущенность водорослями в аквариуме допущена, то данное средство повторяет заливку через примерно 10 дней. То есть, применили сегодня, через 10 дней снова опять заливаем это средство. Давайте все-таки перейдем еще и к другим интересным препаратам от компании Сера. Фильтр Биостар от компании Сера. Дамы, дорогие мои друзья, данное средство необходимо именно для запуска аквариума или для запуска нового фильтра. Данное средство предназначено именно для фильтра. Дозировочка очень простая. 5 мл на каждые 200 литров воды. И хватит его, соответственно, надолго. То есть, этот флакон рассчитан до 2000 литров. Давайте посмотрим на сам флакончик. Выглядит он внутри этой коробочки вот такой вот. Как всегда, конечно же, идет самая нужная инструкция на свете. То есть, в чем смысл здесь? Смысл, на самом деле, очень прост. Для того, чтобы подселить полезные и нужные бактерии для аквариума. То есть, чтобы они там зародились. Добавляется непосредственно сам фильтр. И перед применением, конечно же, нужно его встряхнуть, как-нибудь сболтать. Вот, в принципе, и все, что хотел сказать про данное средство. Есть еще одно интересное средство. Давайте перейдем к нему. Серафиштамин. Ну, друзья мои, это очень, очень просто, очень популярное средство. Кто его только не использует и как его только не использует. Давайте мы откроем коробочку и посмотрим, как выглядит сам пузырек. И, конечно же, посмотрим на инструкции. Инструкция. Препарат сам средства. Инструкция препарата. Да, выглядит, на самом деле, флакончик не очень красиво, не очень красочно. Очень, кажется, маленький. За 379 рублей-то, да? Ну, это у меня в 379 рублей. Возможно, у кого-то будет чуть дороже, у кого-то чуть-чуть дешевле. Я думаю, что это средняя цена за 15 миллилитров. Невзирая на то, что флакончик некрасивый, на самом деле, вещь очень интересная и нужная. И многими, как я уже сказал, используется. Это, дорогие мои друзья, витамины для аквариумных рыб подкормка. То есть, всё, что необходимо рыбкам. Причём, не только для пресноводных аквариумов, но и для морских аквариумов. Скажу сразу, что очень долго просто рассказывать о том, как это средство применять. Потому что его применяют и на сам корм капает, и в воду, если разводите артемию в солёную, капает. Везде свои дозировки. И многие, конечно, то им пользуются достаточно часто, уже придумывают какие-то свои методы использования. Возможно, возможно, не буду утверждать, но в ближайшее время, наверное, на серо-фиштамин мы сделаем отдельный обзор, где все виды, по крайней мере, так как использую я виды применения, я вам покажу на личном опыте. Даже, помимо корма, это средство можно добавлять в аквариумы. Примерно по 6-7 капель на каждые 50 литров воды. Всё написано, дорогие мои друзья, в инструкции у этого препарата. Конечно же, если вы захотите ознакомиться с этим средством поближе, без ожидания моего видеоролика на эту тему, вы можете прийти в любой зоомагазин или аквасалон, достать вот эту вот бумажку и почитать. Здесь всё очень подробно написано на русском языке. Просто для того, чтобы не затягивать данный обзор, надо нам переходить к следующему средству от компании Сера. Сера Флоренетта. Данное средство необходимо для аквариумных растений. Подаётся в корни аквариумных растений. Давайте посмотрим на сами таблетки и на красивую инструкцию. Вот она, красивая инструкция. И вот они, таблеточки. Так. Что и для чего это нужно? Я думаю, вы уже догадались. Добавляется в корни растений. Если хотите, чтобы средство действовало намного быстрее, то её необходимо размельчить, таблеточку. Вставляется в грунт под корни примерно на 1, максимум 2 сантиметра. И всеми полезными веществами корни питаются. И начинается бурный рост аквариумных растений. Не давая развиваться, соответственно, водорослям. Добавляется одна таблеточка примерно на 20 литров аквариумной воды. Как и в тетра, да. Но, как я уже говорил, всё-таки нужно больше ориентироваться на количество растений. Так будет намного правильней. Хотя и этой дозировке придерживаться тоже необходимо. И использую это средство примерно 1 раз в неделю. То есть, при подмене, например, воды. Вот как-то так. Сера-бионитривект. Он сейчас перед вами. Это специальная смесь из очищающих бактерий. Расщепляет отходы жизнедеятельности и, соответственно, перерабатывает нитраты в нитриты. И уже через 24 часа после применения Сера-бионитривект можно запускать рыбок в новый аквариум. Помимо этого, убирает муть в воде и восстанавливает биологический баланс в аквариуме, например, после лечения рыб. То есть, его можно использовать не только перед запуском. Правда, здесь есть два нюанса. Первый нюанс. Перед тем, как его употреблять, его необходимо взболтать. Второй нюанс. После того, как вы откроете, его необходимо хранить в прохладном месте. И в основном его хранят в холодильнике. Поехали дальше. Еще один интересный кондиционер для аквариумной воды от компании Сера. Это Сера-такси-век. Для чего он необходим? Ну, в первую очередь, его используют в такой ремисе для того, чтобы снизить частоту подмен воды. Чтобы не так часто воду менять, грубо говоря. С помощью чего он действует? Как он вообще действует? Дело в том, что здесь используется формула специальная, которая немедленно устраняет опасные загрязнения, угрожающие жизни рыб и фильтрирующим бактериям из аквариума. Из аквариумной воды. Устраняет аммоний, аммиак. Соответственно, не так растут водоросли в аквариуме. Кроме того, он устраняет агрессивный хлор и водопроводные всякие там элементы. Которые вредны для рыб. Эффективен в качестве устранения остатков дезинфицирующих средств и применения разных лекарственных препаратов после лечения. При этом он способен связывать различные металлы, тяжелые металлы, такие как медь, цинк, свинец. И производитель пишет о том, что он связывает даже ртуть. Поэтому загрязнители не могут навредить рыбкам и полезным бактериям в биофильтре, во внешнем фильтре, так скажем. Два интересных кондиционера от компании Сера. Это Сера Акутан и Сера Голди Акутан. Они оба идеально подходят для снижения стресса во время транспортировки и пересадки рыб. Защищает слизистую оболочку рыб благодаря своему ценному комплексу витамины группы В. Очищает воду, мгновенно связывает вредные ионы тяжелых металлов и нейтрализует растворенные соли и агрессивный хлор. Сера Голди Акутан также быстро подготавливает воду водопроводную. Немедленно удаляет хлор и хлорамины, связывает токсичные тяжелые металлы. Ну какие там металлы, такие как медь, цинк, ну или свинец. Предотвращает загрязнение воды аммиаком, а также выравнивает PH. Вот единственное что, Сера Голди, соответственно, данная для золотых рыб и для многих холодноводных рыб. Сера Флорена. Это последнее средство, которое мы сейчас в этом видео рассмотрим от компании Сера. Сера Флорена удобрение для растений. Флорена является жидким удобрением, предназначенным для всех видов растений, воспринимающих удобрения через листья, которые включают в себя все полезные вещества, необходимые растениям. Особенно тем видам, которые существуют в короткое время и постоянно нуждаются в регулярном питании. Например, такое растение может быть, выступает в качестве такого растения, может кабомба. Не содержит нитратов и фосфатов. Благодаря специальному технологическому процессу, его производство позволяет активизировать полезные вещества, входящие в его состав, только тогда, когда у растений возникает потребность на них. Обеспечивает здоровый и обильный рост растений, не вызывает при этом цветения воды. Один раз в неделю добавлять поочередно по 5 мл флорены и одну таблетку флорена можно также использовать на каждые 20 литров воды. В случае, когда аквариум сильно зарос растениями, необходимо более частое применение удобрения. А теперь давайте посмотрим чуть менее известных производителей. Друзья мои, вашему вниманию представляю кондиционер от компании АПИ. Называется Стресс Код, Стресс Код Плюс. Кондиционер с алоэ для декоративных рыб и воды. При этом он не является лекарственным средством. Его используют только для декоративных рыб. Стресс Код восстанавливает поврежденные ткани и стимулирует синтез слизистого слоя на теле рыбки, что помогает предупредить потерю электролитов, так называемых. Нейтрализует также он хлор, хлорамины и аммиак. Ну, конечно же, токсичные тяжелые металлы, как мы смотрели сейчас серу. Используется при наполнении новых аквариумов, при запусках, при посадке новых рыб, при смене воды или в период восстановления рыб после повреждений и различных заболеваний. Какая дозировка у этого средства? 10 мл, то есть 2 чайные ложки, примерно на 38-40 литров воды. Для удаления хлора и хлораминов 5 мл или 1 чайная ложка, также на 38-40 литров воды. Средство мне очень нравится, очень хорошее, но оно менее популярное, не так распиларенное, как, например, та же Сера или компания Тетра. У этого фирмы мне нравится еще один кондиционер. И сейчас мы к нему перейдем. Алгофикс. Если то средство, которое мы только что смотрели, стресс-код, он для того, чтобы подготовить воду, для того, чтобы запустить рыбу, для того, чтобы поддержать здоровье рыб, то это средство уже идет от водорослей. С помощью этого препарата прекращается рост всех нежелательных водорослей. В том числе и когда бурые водоросли в аквариуме, и черные бороды, предотвращает светение воды, когда вода становится зеленая в аквариуме. От всего этого помогает данное средство. Справляется с водорослями, которые обрастают на камнях, на декорациях и так далее. А при регулярном применении поддерживает чистоту в аквариуме постоянно. То есть, если вы по чуть-чуть будете добавлять периодически, то вода никогда не будет свистеть, и водоросли не будут появляться в аквариуме. Ну и помимо всего этого, он не требует подмены воды, так как он не токсичен для рыб и не токсичен для растений. Как же его применять? Данное средство применяется следующим образом. Добавляется по 1 мл на каждые 48 мл. Вообще, говорит производитель, 38 мл воды. Но я делаю так. Я лью 1 мл на 40 мл воды, и мне этого достаточно. Или 5 мл, то есть, 1 чайная ложка, как я уже говорил, на каждые 190 литров аквариумной воды. То есть, хватает данного средства очень и очень надолго. Хочется также сказать вам честно, потому что бывали случаи, бывали такие случаи, хоть и производитель говорит о том, что рынорыбок никак не действует и никак не влияет. Возможно, я чуть-чуть переборщил. Тоже, да, почему я 1 мл лью не на каждые 38 мл воды, а на 40. Потому что бывали такие случаи, когда рыбкам становилось плохо. То есть, как плохо? Их не тошнило, не рвало, конечно, да, мы этого не можем увидеть. Но они становились в ступор. Добавляли это средство, и какое-то время рыбки находились в ступоре. А у моих знакомых однажды, однажды, пару рыбок даже, ну, про простенькие, там, до Ньорерио были, но они даже всплыли через ночь. Ну, то есть, вечером залили, утром проснулись, две рыбки плавают пузом кверху. Возможно, это от него. Ну, хотя у меня таких случаев смертельных исходов не было. Ну, то, что рыбка стопорится и не поймет, что происходит с водой, такое действительно есть. Но, я так думаю, почему это может быть еще? Потому что, когда меняется структура воды, что-то добавляется, рыба, естественно, не привыкшая к этому, и, естественно, она начинает переживать за свое жилье, так скажем, и смотрит с опаской на все это дело. Со временем рыбка привыкает. Сейчас я заливаю это средство, а рыбка вообще никак толком не реагирует, потому что он постоянно находится в воде в некоторых аквариумах. В общем, в принципе, средство неплохое, но поначалу будьте предельно аккуратны. И не перебарщивайте, следуйте инструкции. Перед вами, дорогие друзья, Сайдекс. Это средство, на которое я уже хотел давно снять обзор, и мы сделаем его более полным. Сейчас мы просто познакомимся с ним, посмотрим, что это такое, и я вам немножко про него расскажу. Сайдекс – это средство для борьбы с водорослями в аквариумах. Это одно из, скажем так, очень старых и интересных способов, о котором ходят и слагают легенды. Так вот, как уже сказал, то, что Сайдекс предназначен для борьбы с водорослями нежелателями в аквариуме, причем не простых водорослей, а таких, как черная борода, вьетнамка, ну и другие такие серьезные водоросли. Успешно справляется с водорослями, уничтожая их на уровне не просто убирает их, а на уровне спор. При этом высшие растения, широколистные, как правило, не страдают, но не всегда тут нужно смотреть за дозировкой. Причины появления нежелательных водорослей всем известны, и они могут быть разными, но суть из всех одна – это избыток питательных веществ, которые они используют для размножения и роста в аквариуме. В первую очередь, это нитраты и фосфаты. Именно поэтому абсолютное большинство удобрений для аквариума не содержит эти вещества, так как и так в избытке в аквариуме. Ну и давайте немножко истории расскажу про Сайдекс. Сайдекс изначально предназначен для дезинфекции в стоматологических кабинетах. Имеет действующие компоненты глутаровый альдегид, и на это аквариумисты обратили внимание. В дальнейшем аквариумистами вычислялись оптимальные дозировки и особенности применения. На просторы стран бывшего Союза информация о применении Сайдекса в аквариуме дошла только, друзья мои, в 2008 году и быстро начала распространяться на форумах. А уже в феврале 2011 года вышел адаптированный для аквариумов препарат Сайдекс. Вот он перед вами. Один из представителей Сайдекса. На самом деле фирмы бывают разные, делают Сайдекс. Но это одна из самых популярных, которые постоянно встречаются. Могу сказать, что средство действительно хорошее, действительно многие им пользуются, но будьте осторожны, потому что оно очень опасное в применении. Если опыта мало, лучше повременить или даже, может быть, отказаться от него. Ну и, конечно, нужно посмотреть на средство Аквастоп. Аквастоп производится он в Санкт-Петербурге, дорогие друзья. Давайте посмотрим, как выглядит флакончик внутри. Внутри коробочки находится вот такой суперяркий полимерный флакончик, в кавычках, где написано Аквастоп, Зоомир, 100 мл на каждые 200 литров воды. Или 5 мл, дорогие мои друзья, на каждые 10 литров воды. 5 мл – это ровно один вот такой вот колпачок. То есть его можно как мерный стаканчик использовать. Ну и, конечно же, конечно же, здесь идёт ещё и инструкция на русском языке. Для чего и вообще на чём основано это средство? Оно основано на понижении в аквариуме PH. То есть сделано то, что не даёт расти и размножаться водорослям, особенно сине-зелёным, так сказать. Вот, в принципе, и весь эффект действия данного средства. Залили, подождали, PH опустилось, сине-зелёные водоросли не растут. На самом деле, не хочу, конечно, хвалить данное средство, но всё-таки оно популярное, многим пользуется, и поэтому оно должно присутствовать в этом обзоре. На этом видео подходит к концу. Данные компании, про которые я сейчас рассказывал, мне не платят за рекламу, и я с ними не сотрудничаю. Делюсь с вами чисто своим опытом. Но если вы хотите меня поддержать, вы можете перечислить абсолютно любую сумму. Кошелёчек находится в описании под этим видео. Все обязательно ставьте лайк, пальчик вверх, всем хорошего настроения, и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. До свидания. В целом, о часто встречающихся средствах мы поговорили. Однако ещё один производитель остался за кадром. Это продукция компании Нилпа. Об этом производителе мы снимем отдельный обзорчик. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok